Друзья, всем привет! Ну что, у нас наступила сейчас весна, гляньте, погода просто кайфовая. Я сейчас нахожусь в центре нашего города, решил снять все это дело на улице. Я думаю, вам так будет поприятнее и обязательно оцените это дело лайком. И сегодня я хочу поговорить о покупке готового бизнеса, рассказать о том, стоит ли его вообще покупать. И если стоит, то как его правильно оценить. Вообще, на самом деле, я несколько раз продавал готовые свои бизнесы, то есть буквально недавно я продал магазин самокатов. И, кстати, этот магазин, он сейчас продается, потому что человек не смог справиться. И он готов его, опять же, перепродать по той же самой цене. Если кому будет интересно, пишите. Я считаю, что покупать готовый бизнес не имеет никакого смысла. Почему? Потому что зачастую что-то хорошее не продают. То есть, если люди продают какой-то готовый бизнес, зачастую его продают только потому, что он уже надоел. И заниматься им крайне невыгодно. Но при этом, если посмотреть на Авито, самая частая причина будет стоять в том, что люди меняют место жительства, люди переезжают. Это вот прям самая частая тема, когда люди продают готовый бизнес. Но я хочу сказать честно, что если у вас есть, как говорится, корова, которая дает постоянное молоко, и это молоко достаточно хорошее, хорошее, дорогое, то какой смысл это дело продавать? Иногда случаются варианты, когда можно купить готовый бизнес. То есть, вы знаете, я продал свое швейное производство, и человек, которому я его продал, он работает до сих пор. И в целом он доволен теми результатами. Мы у него покупаем, то есть мы с ним работаем, и он доволен. Но тут всегда стоит вопрос, а за какие деньги, то есть по какой цене стоит покупать готовый бизнес? На самом деле существует три метода оценки основные, по которым стоит как бы выбирать стоимость бизнеса. То есть первый это затратный. То есть по сути своей магазин самокатов, который я продавал, если вы смотрели стримы, он еще раз хочу напомнить продается. То есть я его продавал за 75 тысяч. Почему 75? Потому что я посчитал те затраты временные, трудовые, которые я туда вложил, и я просто продаю исходя из этих затрат. То есть у меня было 25 тысяч рублей наличие товара на складе. Примерно сделанный свой сайт я оценил в 25-30 тысяч рублей, и 20 тысяч это сделанное с ее продвижения. То есть в принципе его легко можно покупать, потому что если вы решите все это делать с нуля, и у вас не будет никакого опыта, вам скорее всего это обойдется либо в те же самые деньги, либо еще чуть-чуть дороже. То же самое можно делать, когда вы покупаете, я не знаю, какое-нибудь кафе, какую-нибудь кофейню. Вы просто считаете стоимость оборудования, делаете какой-то дисконт, и соответственно вы покупаете в принципе оборудование, помещение, еще что-то. То есть этот метод называется расходным, затратным. То есть если человек вложил в ремонт, вложил во все миллион рублей, и предлагает вам купить за полмиллиона, можно купить, но опять же стоит задумываться, почему он его продает. То есть если он его продает, то скорее всего оно не приносит никакой прибыли. Есть исходя из этого второй метод оценки бизнеса, который называется прибыльный. То есть по сути своей самое важное в бизнесе, самое главное, блин, для чего делают этот бизнес, это делают ради прибыли. И обычно принято оценивать бизнес, исходя из такого понятия, как EBITDA. То есть EBITDA это чистая прибыль до уплаты налогов, соответственно умноженную на 12 или на 24 месяца. Представим, что у вас есть какой-то бизнес. То есть опять же представьте, что он приносит вам 100 тысяч рублей в месяц. Сколько может стоить такой бизнес? Кто-то скажет, мы можем посчитать по примерам затрат, допустим, если это интернет-магазин, и получить там 100 тысяч рублей. Слушайте, ну он дает 100 тысяч в месяц. Но исходя из затратного метода, мы считаем 100 тысяч, умножаем либо на 12, либо от 12 до 24. То есть он может стоить миллион 200-2 миллиона 400. И это будет честная оценка, потому что если у вас есть там миллион 200, вы их положите в банковские депозиты, допустим, найдете классную какую-нибудь ставку под 9% годовых, ну вы ее скорее всего не найдете, то максимум, что вы сможете получить, это 100 тысяч в год. Что получается в 12 раз меньше, чем вы можете получить в бизнесе. Соответственно, такой метод, он более справедливый. Но всегда стоит, чтобы правильно все это оценивать, иметь нормальную бухгалтерскую, нормальную управленческую отчетность. То есть если у человека нету ни баланса, у человека нету вообще ничего, то оценить как бы стоимость такой компании будет просто нереально. Третий на самом деле вариант это сравнительный. То есть, грубо говоря, вы можете посмотреть, сколько компаний, такие как ваши или такие, как вы собираетесь покупать, стоят сейчас на рынке. То есть если средняя цена примерно того же самого равняется 1 миллиону рублей, то в целом такая же компания не должна стоить 10 миллионов рублей. Этот метод, он как бы такой себе, плюсом к этому бывает еще четвертый метод. Четвертый метод себя включает вместе взятый первый плюс второй. То есть мы считаем те активы, которые у вас есть. То есть, допустим, у вас есть какое-то оборудование и плюс к этому у вас есть какая-то прибыль. Соответственно, вы это оборудование плюс EBITDA умноженное на 12 месяцев или на 24. Вы можете посчитать. Друзья, на самом деле бывают случаи, когда хотелось бы продать бизнес, когда его люди продают. И это реально хороший работающий бизнес. В каких это случаях может быть? Это может быть в тех случаях, когда собственнику перестает быть интересным заниматься данным бизнесом. То есть в целом у меня в самокатах было так же. То есть у меня и так много работы, и я просто, ну, наверное, физически не потянул бы еще один проект. Это может случиться так, когда, допустим, у меня есть магазин экипировки, который приносит, допустим, там 200 тысяч рублей в месяц. Но тут же я открываю еще один магазин, который будет приносить там не 200 тысяч, а, я не знаю, там миллион. Ну и как бы мне становится неинтересным этим заниматься, поскольку, поскольку у меня как бы есть еще другой проект, который будет приносить больше денег. Это вот первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, то, что часто, когда люди продают какой-то готовый бизнес, они его рассматривают не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения самозанятости. То есть есть бизнесы, которые вам пишут, типа, чистая прибыль, допустим, 50 тысяч рублей в месяц. Ну, казалось бы, если считать по там двухгодовой прибыли, это там 50 тысяч умножить там на 20, это миллион рублей. Все хорошо, но если это, допустим, кофейня, в которой из сотрудников только сам собственник, то он продает не бизнес, он продает свое рабочее место с зарплатой 50 тысяч рублей. То есть всегда стоит рассматривать бизнес с той точки зрения, что если вы его покупаете, ваши какие-то нужны небольшие инвестиции в плане времени, денег, там, внимания. Но в основном этот бизнес, это построенная система, которая хорошо работает без собственника. То есть если у вас нет CRM-системы, если у вас все записано на бумажке, если у вас в этом бизнесе нет никакой системности, и менеджер не понимает, за что он отвечает, ну, такой бизнес покупать как минимум глупо, потому что без, ну, в то, где нет системы, вы не сможете выстроить систему. Потому что многое может зависеть, во-первых, от менеджера, многое может зависеть от собственника, многое может зависеть от кого угодно, только не от той системы, которую построил человек. но вообще я хочу сказать честно так вот подвести итог к этому наверное видео что в принципе готовый бизнес можно покупать но только тогда когда есть четкое понимание как вы его будете развивать когда есть четкое понимание как этот бизнес работает сколько денег он приносит когда есть полноценная отчетность и желательно за несколько лет а если это какой-то бизнес который сделали там полгода назад и случайно его продают за очень большие деньги я бы не рисковал то есть простой пример у нас в орле открыли недавно рядом с нашим домом пиццерию и теперь ее продают за 6 миллионов рублей первое о чем я подумал наверное там входит туда недвижимость то есть ну опять же недвижимость там 48 квадратных метров на первом этаже старом двухэтажном здании но как оказалось место арендованное и соответственно если думать по затратному методу то там должно быть оборудование на 6 миллионов но поверьте пиццерию очень маленькую такую пиццерию тяжело оборудовать на 6 миллионов ну если как бы делать опять же все по уму соответственно эта пиццерия чтобы ее откупить если поделить там на 20 месяцев она должна приносить 300 тысяч чистой прибыли каждый месяц да если это не так то такую пиццерию брать абсолютно не стоит вполне себе проще сделать новую свою и может быть даже обжечься вообще я считаю что любой бизнес его в принципе лучше делать самостоятельно то есть вы должны вначале все попробовать сделать сами наступить где-то на грабли где-то потратить деньги где-то у вас не получится где-то возможно закрыть то есть как вы знаете у меня получилось не с первого раза там раз с 16 мы только открыли магазин единоборств и это работает ну до сих пор и приносит прибыль но до этого меня много раз не получалось и при этом у меня были варианты когда я покупал готовый бизнес то есть я покупал магазин second hand и он не приносил никакой прибыли и он принес только прибыль тогда когда мы его продали и на этом подняли еще денег соответственно пробуйте в первую очередь самостоятельно и наступайте сами на эти грабли потому что за вас это никто не сделает ну и в целом еще раз кого заинтересовал магазин самокат можете мне написать человек который его хочет перепродать он готов как бы перепродать по той же самой цене 75 тысяч рублей поэтому если кого заинтересовало пишите ну и опять же подписывайтесь ставьте лайки пока